Второй год подряд из-за пандемии хадж, традиционное паломничество мусульман к святым местам, проходит без участия иностранцев. Но праздник Курбан-Байрам, который каждый год отмечают по окончании хаджа, все так же свято чтится в каждом уголке мира. С первыми лучами солнца в Самарской соборной мечети прошла праздничная проповедь и коллективная молитва намаз. В исламе всего два праздника. Самый главный праздник. Посыл какой? Вы знаете, я как сказал, праздник очень многогранен. Здесь и щедрость, здесь и милосердие, здесь и сострадание, здесь и добрососедство. Знаете, вот веротерпимость основной, что может быть сейчас на конфессиональном нашем обществе, здесь и такой посыл. Но и то, что мы не что-то другое от братьев-христиан, для которых и ветка завет читается частью священописания. Заклание барашка во имя Аллаха и чистой веры. История праздника Курбан-Байрам, он же Ид-Аль-Адха, берет начало в Ветхом Завете. Это сюжет жертвоприношения Авраама в Коране Ибрахима. Пророку приснился сон, Господь потребовал душу старшего сына. Испытание на силу веры Ибрахим прошел, и в самый последний момент Аллах заменил сына на барашка. Это и был первый Курбан, то есть жертвоприношение. Курбан-Байрам, праздники даже жертвоприношения. Стараюсь уже каждый год приносить в жертву барашку ради своей семьи. Собираются все родные, близкие. При жертвоприношении барашка раздаешь малоимущим, родным это мясо. Всегда к этому люди готовятся. В том числе я готовился, читал Коран, делал молитву своим родным, детям, ну и всему стране, и всему миру, человечеству. Алхамдер Апагалами, что я дожился до этого дня, и в сегодняшней мечети я совершен намаз. Намаз в стенах мечети проходил в условиях ограниченного входа. По рекомендациям регионального Роспотребнадзора не более ста человек. Вход строго в масках. Напомним, Курбан-Байрам отмечается в течение трех дней. В это время верующие мусульмане закланивают барашка, угощают мясом и другими яствами нуждающихся родных и близких, раздают милостыню садака и поминают усопших, отдавая все плоды благодеяний Всевышнему Аллаху.